Рука и нога человека, лапа, льва, орло, орла, ласты, кита, устроены по совершенно общему плану. Вот такой максимально общий план строения чего бы то ни было называется архетип. Вот сейчас мы с вами посмотрим строение архетипа конечности тетрополта, то есть четвероногого зверя. Итак. Во-первых, неважно, передняя или задняя, любая конечность, всегда разбита на две участки. Участки эти будут называться отделы. Первый отдел, второй отдел, третий отдел. При этом третий отдел устроен намного сложнее, чем первые два. Первый, второй, очень простой. А вот третий отдел сложно устроен. В нем три полка отдела. Вот так. С этой стороны, справа, я буду давать все названия для задней конечности, а вот здесь все названия для передней. Итак, вон там пудовище. Начинается вся игра с сустава, прикрепляющего конечность к пудовище. Этот сустав имеет совершенно уникальное строение. Вот таких суставов больше в нашем теле нет. В чем дело? А у него сферическая головка. Это шарик. Да? А суставная тянка, захват сустава, имеет форму глубокой чашки. В результате у вас есть шарик, плотно входящий в глубокую чашку. Скажите, в какую сторону шарик чашки можно двигать? В любую. Эти суставы у нас двигаются по полусфере. Я сейчас показываю, причем для большинства даже нетренированных людей. Плечевой сустав движется даже не по полусфере, а по трем-четвертям сфера. Так что кроме вот этой полуокруженности, я еще могу отсюда руку завести. Да? Это самое подвижное. Будете смеяться, но тазобедренный сустав у нас, по идее, ровно, настолько же подвижен. Ну, хотя современный городской человек, конечно, не может взять вот так ногу поднять вертикально. Не руками, а просто мышцами ноги. Так? Ну, это не потому, что сустав плохой, потому что наш образ жизни такой. А вообще гимнастские фигуристки отделывают до бессерва труда. Так? Хорошо. Итак, вот он первый отдел. В случае, если это рука, сустав будет называться плечевой. В случае, если это нога, сустав будет называться дазобедренной. Костя, в случае, если это рука, сустав будет называться плечевая кость, название кости всегда первопередное. А если это нога, то бедренная кость. Ну, и отдел, соответственно, опять отдел. Грамотное название его – плечо. Так что плечо у нас с вами, это вовсе не вот это. Это никакое не плечо. А плечо у вас вот. От плечевого сустава до локтевого сустава. Вот оно, плечо. Так? Хорошо. Хорошо, а если это нога от дазобедренного до коленного сустава участвует? Бедро. Это и есть бедро. А отдел не вот это, как часто в интернете говорят. Это вообще ягодичная область. Это к бедрам отношения не имеет. Теперь. Первый сустав, собственно, с наконечностью пошел. И вот здесь следующая история. Дело в том, что во втором отделе не одна косточка, как было в первом, а две. Причем они не равны. В их особенностях, это на следующем занятии будем с вами разбираться. В руках и ногах это публика по-разному устроен. Если это рука, то этот отдел между локтевым суставом и локтевым суставом будет называться бред плечи. Если это нога, то этот отдел между коленным и голеностопным суставом называется боли. Костям. Если это рука, с рукой сложнее всего, с ногой попроще. С рукой это две разные кости, имеющие два разных названия. Да? Локтевая, локтевая, локтевая. Совершенно верно. Какая из них локтевая, какая из них локтевая, в следующий раз. С ногой проще. Дехнутые ноги, размеры этих костей, очень здорово отличаются друг от друга. Особо название большая и малая берцовые кости. Как я уже говорил, эти отделы просто устроены. Третий будет сложно устроен. Ну, во-первых, общее название третьего отдела, если это рука, кисть. Если это нога, стопа. Теперь, да, сустав, вот этот сустав, в руке. Вот это название большинство не знает. Если вот здесь более-менее все знают, то вот этот сустав, на котором кисть вращается, он называется лучезапястный. Так? Вот этот сустав, на котором вращается кисть, лучезапястный сустав. А в ноге стопа, на котором вращается, голеностопный. Ну, условно-голеностоп, в отличие от лучезапястного, некоторые могли слышать. А дальше? А дальше начинается в ноге и в руке, как это неудивительно, абсолютно одинаковая картинка. И картинка будет выглядеть вот так. Обратите внимание, вот он, первый подотдел третьего отдела. Сколько всего косточек, считаем? Семь. Семь. Они в один ряд или в два этажа? Да. Значит, первый подотдел всегда двухэтажный. Так? В случае руки, он будет называться запястьем. В случае ноги, предплюсно. Дальше. Следующее подойдем. Уже не из коротких косточек, а из длинных косточек. Внешне похожих вот на этих, только помельче. Еще раз говорю, это только внешнее сходство, внутри они по-другому страну. Так? И сколько их штук? Пять. Пять. В архетипе пять. В случае руки, как будет называться, персть. В случае ноги, как будет называться, плюс на. Дальше на а. Ну, эти все детали вы могли не знать. А вот последний подотдел знают все. Подотдел будет называться пальцем. И на руке, и на ноге. При этом, обратите внимание, вот это все вместе единое, что я не знаю. Единый кусок косточек. Согласны? А пальцы, так и будут продолжать быть едиными, срочавшимися или нет? Нет. Нет. Подделятся на пять ущерсток. При этом. Вот косточки, идущие в первом, во втором, в третьем. Вот эти короткие косточки, идущие сквозь пальцы, имеют общее название. Они называются баланги. Все кости, образующие скелет пальцев, называются баланги. И последнее понятие. Вот давайте смотреть. Вот на что. Смотрите, каждый пальчик в своем основании имеет свою косточку метаподия. То есть, свою косточку пясти или плюсны. Так. Вот такая линия, образованная из метаподия, то есть, вот из этой косточки, и из пальца, будет называться луч. В архетипе, в общем плане строения, конечности, тетрапод. Сколько лучевая конечность? Посчитайте. Сколько лучей в архетипе? Да, в архетипе пяти лучевая конечность. Мы в этом смысле никакое не исключение. Будете смеяться, но конечности у нас с вами очень примитивно построены. Не просто примитивно, а крайне примитивно. От самых древних конечностей, древнейших позвоночных, отличается очень мало. Но об этом мы с вами много будем говорить. Важно вот, что. Важно, что у всех лучей есть номера. Вот смотрите, я стою нормально и спокойно. Скажите, пожалуйста, какой палец и на руке, и на ноге у меня ближе к центральной плоскости тела? Большие пальцы. Вот они и будут названы первыми лучами. При этом обратите внимание, сколько фаланг в первом луче. Считай. Три. А в первом луче? Три. Две вахитика. В общем плане строения две. А в остальных лучах? Три. Три. Себе на руку, смотри. В большом пальце сколько косточек? Три. Две. А в остальных? Три. Три. Все 안에. Мы с вами получим. Ну и теперь. Вот это все славно. А теперь вот такая неполит di-корректная штикенция. Как говорят в интернете, не показывайте на себе, не показывают. А почему с事 не показывать на себе? На себе очень не我就. Я же не вас вас упрашивал. Скажите, пожалуйста, какие кости я себе отметил в 즉? Да, именно так Вот здесь стоят кости запястья Образующие вот этот сустав Обеспечивающие подвижность кисти Теперь в основе самой ладошки Какие кости лежат? Да, вот они, персты Да, в основе ладони А дальше от ладони уже расходится палец Ну что, с архетипом немножко с вами Это дело прокачали Значит, а теперь Не то крайне простое математическое Даже одни формулы Это не знаю, как сказать Но можно считать до предела примитивной Математической формулой Описывающей строение архетипа Конечность тетрафода Смотрите Еще раз говорю До предела примитивная Да Именно так Первое отдел Н равен единице В результате одна кость Во втором отделе сколько костей? Две кости Дальше запястья Давайте смотреть В этом этаже запястья сколько костей? Три А в следующем? Четыре А в пястье сколько? Пять Итак Один, два Три Четыре Пять А пальцы образуют Общую Единую систему Или они уже разошлись веером? Разошлись веером Пальцы не считаются Итак После вот этой подсказки Легче стало запомнить Количество костей в каждом участке КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ